Добрый день, мои зрители! С Новым Годом! С самого начала хочу вас поздравить и пожелать всего самого хорошего! Ну и подарок мой для вас, друзья, в этом видео! Ну и подумал, чем же я вас могу порадовать вот в эти праздники новогодние? И уже когда я вам рассказывал о том, что клубы КХЛ теперь вы можете, многие из вас, иметь у себя на приставке PlayStation 4, пока на PlayStation 5 вроде никто еще не загрузил свои КХЛ-составы, но вот тогда у меня родилась идея, и тогда у меня появилась вот эта прекрасная футболка, эта прекрасная кепка трактора, потому что я решил для вас все-таки показать и сделать ежегодный наш любимый кубок Шпенглера с командой КХЛ! Дружище, а ты хочешь получить 10 тысяч всего лишь за первое пополнение? Для этого тебе нужно зарегистрироваться по промокоду ВАБОН на лучшем сайте Бэтбум! Ссылка находится в закрепленном комментарии. Реально лучший по версии премии Спорты Россия! Бэтбум – это легальная компания, в которой можно зарегистрироваться всего лишь за 15 секунд! На сайте или в очень удобном приложении, которым я лично пользуюсь, более тысячи событий! Каждый день Бэтбум предлагает для тебя 5 экспрессов, а еще возвращает тебе кэшбэк до 10%! Я уже не говорю про прямые трансляции, которые ты можешь смотреть прямо на сайте, а также выкуп твоей ставки до завершения события! Я планирую поднять свой интерес вот на этой встрече, и тебе тоже это советую! А главное, дружище, не забудь перейти по ссылочке в закрепленном комментарии и воспользоваться промокодом ВАБОН! Ты очень сильно поможешь нашему каналу! Как же так вы скажете, ВАБОНчик? Какой? Кубок Шпенглера! Вот он турнир! Да, вот вы его видите на PlayStation 4, вот он новый кубок Шпенглера! Там нет команды КХЛ! А уж тем более, если ты говоришь о тракторе! Друзья, ну, мы же знаем, как с вами поступать в такой ситуации, и уже не раз так делали! Мы просто будем играть Кубок Шпенглера в товарищеских матчах, а уже потом плей-офф создадим сами! Все сами дальше мы сделаем! Это все у нас получится! Вот так вот должен был выглядеть Кубок Шпенглера, который в этом году тоже отменили! Точнее, в прошлом уже году, вот, тоже его отменили! Но мы здесь уже с вами практически привыкать начинаем к этому! Это ужасно! Еще один момент, почему я выбрал именно Челябинцев! Я знаю, что у меня очень много на канале поклонников из этого города, этой хоккейной команды! Но у вас должен был быть матч всех звезд КХЛ, который, к сожалению, тоже отменен! И я, возможно, мог у вас там появиться на этом матче звезд! Но теперь все это переносится на год, до осени, не знаю! Давайте будем, поживем, как говорится, увидим! Поэтому я поддерживаю Челябинцев, я поддерживаю Трактор! Трактор молодцы! Одна из первых команд, которая в плей-офф уже КХЛ вышла! И поэтому мы с вами видим группы, и я думаю, будет очень прикольно, если мы все-таки вместо самой слабой команды турнира по рейтингу, это Калпа, мы поставим сюда наш Челябинский Трактор! Амбипиота и Фролунда, это команды, которые будут у нас соперниками в нашей группе, а в той группе Давос, Спарта и Тим Кеннадо! Все, как говорится, по классике! Поэтому первый матч против Амбипиоты мы сейчас с вами уже сыграем! Как установить команду КХЛ в НХЛ-22 я уже показывал, если вдруг не видели, ссылочка есть в описании, здесь еще могу подсказку вам прикрепить. Вот он, Трактор, вот он наш Мишка, вот он Виталий Красцов, у которого есть даже Икс-Фактор, и не только у него, вы видите, но мы сейчас с составом Трактора познакомимся чуть поближе. Ну а на этот матч вы ничего не пропустите, друзья, будет вся атмосфера Кубка Шпенглера, как мы привыкли, поэтому я сразу хочу вас попросить поставить большой палец вверх, прям лайк врубайте, потому что полторы тысячи лайков, и сразу второй матч, и сразу вот в течение попробуем всех этих праздников сыграть, сыграть этот коротенький турнир, но при этом я очень надеюсь, что вам он зайдет, и вы прям порадуетесь за то, что я все-таки создал в этом году Кубок Шпенглера. Слушайте, мне что-то не очень нравится, мне кажется, так цвета будут сливаться, а давайте мы у Трактора сделаем все-таки черную форму, да, пускай она будет темной, а у хозяев номинальных в этой площадке пускай будет светлая, вот так будет намного четче нам все видно. Друзья, звезда, 4 минуты, ничего не меняю, в этом плане мы уже с вами еще по молодежному чемпионату мира обо всем договорились, ну и, конечно, я вам сейчас просто обязан показать звенья команды Трактор, да, и рейтинги хоккеистов, кто как расположен, а вы в комментариях написать, вабончик, давай что-то переделаем, давай кого-то куда-то передвинем, вот, и все такое, Крафтов у нас почему-то только в третьем звене, я вот с вашего позволения его сразу во второе отправлю, вот, ну а дальше, так, Стаси здесь в четвертом, хорошо, это у нас атака, есть у нас защита, вот так она выглядит, и вратари, вратари, здесь Уилл или Гарипов, ну, пускай Уилл, а вы скажете, может быть, надо Гарипова выпускать, кто в запасе, вот еще сколько у нас участников в запасе, короче, все тут четко, я уже говорил, парень, который это делает, он швед, по-моему, как оказалось, он молодец, ему огромный респект, еще раз выражаю, за то, что он дает вот всем возможность, поклонникам НХЛ, в это поиграть. Да, загрузка на PlayStation 4 намного дольше идет, друзья, конечно, сильно отличается от плойки пятой, но да ладно, главное, что мы с вами в Давосе, главное, что мы оказались на этой арене, которую я помню, я постоянно вам говорю, мне очень нравится тут атмосфера, невероятно круто, всегда все это выглядит, уютный, как мне кажется, крутой стадиончик, ну и поехали! Что ж, старт вот такой вот для Челябинца в Кубке Шпенглера, хоть и ни одна российская команда не должна была в этом году, на этом, ну, не знаю, для кого как, кому-то это прекрасный турнир, кому-то не очень, но так вот не должны были команды КХЛ играть, и мне очень жалко будет, если это войдет вообще в тенденцию, что наши клубы сейчас будут отказывать, наши или там те, кто играет в континентальной хоккейной лиге, будут отказываться от этого турнира, потому что мы потеряем какую-то определенную предновогоднюю романтику, мы все-таки все надеемся, что скоро весь этот вирус и все остальные проблемы нас покинут, и мы вернемся к обычному, привычному для нас спорту, и вот так вот, вот так вот наши соперники счет открывают, но это я потому что заболтался, рассказывая вам о своих эмоциях. Окей, окей, у меня, знаете, после новогоднего, я снимаю это сейчас 3 января, вы увидите это уже на следующий день, так вот, у меня немножко, да, есть, я, конечно же, на Новый год не играл в приставку, да, я расслаблялся, отдыхал от всего этого, как говорится, ух, как сейчас мы хорошо могли бы мы забрать шайбу, у нас поджали, 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 и мы тут под шайбу ложимся. Так вот, я, конечно же, друзья, как бы, да ладно, да что происходит? И этот же парень забивает, и он же опять забивает Дарио. Он какой-то дикий, этот Дарио. Вот это начало! Вот это начало! Не самое лучшее для меня и трактора бывальцев. Ох, ему даже бросить не дают, тут по центру тут шел он. Я, кстати, забыл совсем в настройки зайти именно самой команды, потому что... Так, здесь надо аккуратно шайбу выкидывать, потому что не посмотрел, да, что там и как. Помните, я со сборной России, когда я поменял настроечки, и у нас команда стала лучше двигаться, больше участвовать в отборе, а интенсивнее перемещая здесь сами боты. Поэтому, конечно, если сейчас в первой игре что-то такое у нас, действительно произойдет непонятная, хороший момент сейчас был у трактора, то нам надо будет и там в командные вот эти настройки зайти. Сюда, сюда! Хорошо, как он меня вывел! Ой-ой-ой, не попал! Просто не попал в створк! Это жесть, друзья! Это жесть! Меня просто выносят! Просто разносят и выносят! Да, что-то новогодние праздники повлияли, походу. Ладно, пока еще не все упущено в этом матче. Давайте дальше посмотрим, как получится! Красавчик! Качев, хорошо, но нет, нет никого из партнеров. А может быть сам? А может быть сам и здесь вратарь выручает команду, а подобрать-то шайбу. Еще один бросок опасный. Здесь по краю можно, кстати, можно, можно, скорости хватает. И вот сюда в центр гол! Да, здорово! Здорово, банально! Да, прошел по краю, прострелил, но там нашел, главное, партнера, который смог. Седлак забивает эту шайбу. Лукас, красавчик! Просто красавчик! Давайте повтор посмотрим. Здесь... Ой, арбитр как мешал. Но нет, как он все-таки нашел эту шайбу из-под защитника. Огонь! Хороший гол, хорошая шайба. 3-1. Чуть настроение подниматься начинает. Вот это ошибка! Приходится блокировать. Да-да-да, забирать Седлак. Пошел! Пошел, пошел, уходи сюда в край. Никого, просто никого нету. Да тут хоть разворачивайся, хоть не разворачивайся. А то вы меня спрашиваете про финты. Иногда некоторые финты бывают лишними, а в некоторых ситуациях так вообще их зачем делать. Вот здесь здорово! Вот он как раз на финте, но защитник все равно никуда не делся, а этот прострел не проходит. Первый период заканчивается у нас, друзья, и мы горим. 3-1. Я хотел вам еще напомнить, что, естественно, вся эта одежда предоставлена моей любимейшей компанией Атрибутика Энд Клаб, а амбассадором которой я являюсь. И вы, друзья, можете по моему промокоду ВАБОН на сайте получить скидку в 15% на мерч любого клуба, который там представлен. Очень много хоккейных команд, НХЛ, КХЛ. Так что обязательно, обязательно переходите и берите для себя все самое-самое интересное, что может вам таким показаться. Вообще, раньше я к логотипу Трактора относился так себе, к новому логотипу. Мне казалось, что он не такой крутой. А в итоге сейчас, со временем, я понял, что я был неправ. У меня изменилось к этому отношение. Ладно, заканчиваю болтать. Очень хочется, друзья, вернуться в этот матч, камбэкнуть. Только свои, да, не забрасывайте, плиз. Камбэкнуть очень хочется. Вот так вот... Ой-ой-ой, ушел от двоих, ты как классно! И здесь еще ухожу, и пора забивать уже было, но не получилось. Не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот здесь бы не потерять шайбу. Положение игры. Ну, лучше положение игры, чем выход туда 1 в 0. Не дают, не дают войти в зону даже. Посмотрите, насколько активно действуют. Ну, вот только приходится вот так вот, да, продвигаться сюда глубже. А вот здесь бросочек. Хорошо, хорошо. Давай, не скидывай только никуда. Трактор? Он, кстати, говорит трактор. Прикольно, он произносит трактор, комментатор. Ах, хотел, чтобы там подставления были на пятаке хоккеисты. Такой набросок, кстати, достаточно опасный получился в касании. Это жесть. Это жесть. Все защитники разошлись. Просто все убежали. Как можно было один там пятак оставить? Очень опасно, друзья. Очень все опасно происходит в этом матче. Кравцов. Кравцов! Кравцов-то должен бросать по углам. Самое опасное в этой ситуации, что опять искусственный интеллект не удаляется. Не пытается даже каким-то образом получить вот эти две минуты, которые мне бы сейчас очень бы пригодились вот в данной ситуации. Ну, хорош! Ну, добивание где? Хорошо. Хороший щелчок касания! Кравцов! Кравцов не дают ему бросить. Мы уже их зажали прямо в зоне. Они в контратаках тоже очень опасно действуют. Жесть какая! Жесть происходит, друзья. Торопиться я начинаю. Хорошо. Очень медленно. Очень медленно. Вот сюда! Все перехватывают. Просто все. Давай, давай. Местами поменяемся. Вот так. Да, наконец-то! Наконец-то этот пас прошел. Абрамов забрасывает. Минут 43. Случился хоть вантаймер. Я просто устал их искать. Они никак не проходили. Но сейчас вот Виталя смог это сделать. Есть. Ну, есть, кстати, время у нас, друзья, еще попробовать отыграться. Хорошо! Седлак! Ой, хороший какой бросок был. Давай, давай. Всей командой все взошли сюда и бросочек и там добивание! Мммм! Ай! Смог шайбу перехватить. 20 секунд всего лишь остается времени. Очень мало. И мы тут, естественно, теряем уже. Теряем свои позиции. Хет-трик, да, делает он? Это Дарио делает хет-трик. Ну, что сказать? Вот такое вот начало Кубка Шпенглера. К сожалению, не получается у меня одержать победу в первом матче. Но давайте не будем сейчас голову пеплом посыпать, потому что в этом турнире, как вы помните, почему сейчас мимо всех шайб прошла. Как вы помните, в этом турнире выходят все команды из группы, правда, в ближнем, блин, хотя можно было, наверное, передачу попробовать. Так вот, выходят в этом турнире все команды из группы, только те, кто занимают третье место, они в дополнительном раунде участвуют, а те, кто первые два места занимают, они... По-моему, правильно, да я все говорю? А, нет, не так. Те команды, которые занимают первую строчку в этом турнире, сразу попадают в полуфинал, а те, кто занимают вторую, третью и вторую, третью в параллельных группах, они играют между собой крест-накрест четвертьфиналы, потом попадая на победителей, победителями становясь и попадая на полуфиналистов. Сейчас вы видите перед собой сетку турнира, точнее, групповой этап, кто как сыграл в этом туре. Ну и, друзья, что могу сказать? Лайк, все равно в любом случае поддержка челябинцев, они могут проиграть, но могут собраться и, как вы знаете, победить, поэтому полторы тысячи лайков, подписка обязательно на канал, нажатие в колокольчик и следующая серия не заставит себя долго ждать. В следующем матче мы уже будем встречаться с... Фролундой, да? По-моему, с ней. Короче, до новых встреч, надеюсь, рады контенту и всех еще раз с праздниками. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok